2023 в Беларуси объявлен Годом мира и созидания. Соответствующий указ подписал глава государства. Ключевыми направлениями будут совершенствование системы военно-патриотического воспитания населения, содействие межконфессиональному диалогу и демонстрация преимуществ белорусской экономической модели в условиях глобальной турбулентности. С января диспансеризация в нашей стране стала обязательной. Пройти осмотр можно по предварительной записи в поликлинике, по месту жительства или работы. Для этого оборудованы отдельные кабинеты. Врачи проанализируют медицинские документы, проведут анкетирование пациентов, чтобы выявить факторы риска развития болезней, оценят состояние здоровья и детально проконсультируют. В Беларуси на этот год запланировано увеличение отраслевых надбавок медикам, учителям, соцработникам и воспитателям. Они прирастут почти на треть и составят 900 миллионов. Неприкосновенен в госбюджете и семейный капитал. Зарезервировано свыше 400 миллионов рублей. Всего на социальную сферу направят более 27 миллиардов. В Беларуси изменены правила оплаты проезда по платным дорогам. Для автомобилей массой не более 3,5 тонн электронная виньетка становится единственным способом расчетов. Она своего рода разрешение в Белтол, которое возможно оформить на сайте системы. При этом нет необходимости размещать на машине какие-либо дополнительные устройства или опознавательные знаки. На вторник объявлен оранжевый уровень опасности. Порывы ветра местами могут достигать 20 метров в секунду. В целом будет облачно с прояснениями. Преимущественно по северу страны прогнозируются осадки. В основном дождь. Температура от 4 до 10 градусов тепла. На отдельных участках сохранится гололедица. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова